В рамках проекта «Дети Республики» школьники из города Дебальцево посетили зоопарк. В Украине сложилась неблагоприятная ситуация с заболеванием корью. В России прокомментировали желание США выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. За прошедшие сутки зафиксировано 30 нарушений режима прокрещения огня со стороны украинских боевиков. Обстрелом подверглись 22 населенных пунктов нашей республики. На Гурландском направлении с позиции 58-й мотопехотной бригады под руководством преступника Дропатова подверглись обстрелам из вооружения БМП крупноклеперных пулеметов в зеленые пункты Верхнедорецкая, Широкая Балка, Доломитная, Зайцево, Гольмовский, Заряновка и поселки шахты имени Изотова и Гагарина. На Торецком направлении с позиции 92-й и 28-й механизированных бригад под командованием военных преступников Кокарева и Марченко, а также 56-й мотопехотной бригады под командованием Иванова подверглись обстрелам из БМП, гранатометов и крупноклеперных пулеметов район населенных пунктов Исиноватая, Крутая Балка, Каштановая, Минеральная, Луганская, Старомихаловка, Трудовские, Александровка, Лозовое, Спартак и районного аэропорта города Донецка. На Мариупольском направлении боевики 79-й десантно-штурмовой бригады под командованием военного преступника Курача выпустили по районам населенных пунктов Ленинская и Саханка 18 мин калибра 120,82 мм, а также применяли вооружение БМП, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы по населенным пунктам Коминдарного и Новолазба. В результате снайперского огня за прошедшие сутки получил ранение один военнослужащий ДНР, который был доставлен на лечебное учреждение, где от полученных ран скончался. Вооруженные силы Украины продолжают осуществлять обстрелы населенных пунктов Луганской Народной Республики и провоцировать наши подразделения на открытие ответного огня. За прошедшие сутки противник 6 раз нарушил режим прекращения огня. Основная часть обстрела по территории республики была осуществлена с позиций только что прибывшей в зону проведения операции оккупационных сил 10-й отдельно горно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины. По приказу командира этой бригады, преступника Зубанича, обстрелом из 122-82 мм минометов, вооружения БМП и гранатометов подверглись окрестностей населенных пунктов Фрунзе, Веселая гора, Сокольники и Донецкий. Населенный пункт Марьевка украинские террористы обстреливали из 82-х миллиметровых минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. Приказы на открытие огня отдавал командир 14-й отдельно механизированной бригады преступник Войченко. Всего по территории республики было выпущено более 50 различных боеприпасов. Комментируя снижение ставки акцизного налога на бензин и дизельное топливо, начальник главного управления статистики ДНР Галина Скобцова заявила, что снижение акцизного налога на топливо однозначно повеличет за собой снижение себестоимости товаров и услуг. Я считаю, что это очень положительный момент, потому что горючие смазочные материалы это, наверное, одна из таких постоянных элементов затрат в себестоимости продукции. И снижение, которое позволит нам указ сделать, это однозначно повлечет за собой снижение себестоимости продукции, товаров и услуг. В конечном итоге это снижение цены. Товары, которые ввозятся, транспортная наценка, транспортные расходы, снижение, это тоже однозначно должно благоприятно повлиять на снижение цены в конечном итоге. Поэтому я как экономист хочу сказать, что это очень радостное решение и указ, который приняли мы с удовольствием. В рамках проекта «Дети республики» по инициативе депутата Народного совета ДНР Ольги Макеевой для детей общеобразовательной школы номер один города Дебальцево была организована увлекательная экскурсия в зоопарк. Зоопарк находится в 20 километрах от Донецка, в Старобешевском районе ДНР. Доставку детей в пункт назначения организовал депутат Народного совета от фракции «Свободный Донбасс» Дмитрий Перепелкин. Мы привезли детей в зоопарк, для того, чтобы они могли погулять в этом парке прекрасном, посмотреть животных, зверей, дети из многодетных семей. Этот зоопарк занимает площадь около двух гектаров. Здесь обитает свыше 10 тысяч животных и птиц. Среди них уникальные породы голубей и попугаев, страусы и пеликаны, а также львята, медведи, верблюд, ламы, еноты, кролики. Есть аквариумы, террариум, игровые детские площадки. Животных разрешается кормить, но только кормом, который можно приобрести на территории зоопарка. Огромное разнообразие живности позволяет посетителям возвращаться домой с хорошим настроением. Мы очень благодарны за то, что наши дети побывали здесь, увидели красоту животных, разнообразие. Посетили это мероприятие, так как в нашем городе особо таких мероприятий нет. Руководство ДНР оказывает всяческую поддержку детям, ведь детское счастье и благополучие – это в большей степени надежное, крепкое и светлое будущее любого государства. Сергей Михайлов, Влад Лем, Новороссия ТВ Украина должна дождаться кризиса в России, чтобы начать наступление на нескольких фронтах, заявил в эфире канала Укрлайф ТВ лидер националистической организации «Братство» Дмитрий Корчинский. Прямо скажем, наши вооруженные силы сейчас не готовы к войне сразу на двух-трех фронтах, которые нам придётся вести. Например, Донецкий фронт, Крымский фронт и фронт где-нибудь в районе Харькова или Чернигово. По словам радикала, Киеву необходимо удерживать конфликт в текущем состоянии, выжидая начала кризиса в России. В тот момент, когда он возникнет, нам нужно иметь достаточно мобилизованных вооружённых сил, в том числе в зоне конфликта, которые сразу смогут перейти в наступление. Корчинский известен своими провокационными высказываниями. Так, российских артистов, гастролирующих на Украине, радикал назвал животными, которых нужно возить в железных клетках. Кроме того, он заявлял, что на мосту через Керченский пролив должны висеть все, кто связан с его строительством. Специалисты Роспотребнадзора предупредили о неблагоприятной ситуации покори в Украине. Как отмечается на сайте ведомства по официальным данным Министерства здравоохранения Украины от 13 октября, только за период с 1 по 7 октября 2018 года в Украине зарегистрировано 554 случая заболевания корью, из которых 397 среди детей. Всего на 7 октября сего года в стране зарегистрировано 32 489 случая кори, из которых 19 476 среди детей. С начала года от осложнений после кори умерли 14 человек, 10 из которых дети, говорится в сообщении. По мнению специалистов, сложившаяся ситуация в стране наблюдается из-за того, что детские дошкольные учреждения и школы посещают много невакцинированных детей. По данным ведомства, ситуацию с корью в Украине также внимательно отслеживает Европейский центр по предупреждению и контролю заболеваний, опасаясь завоза кори в страны ЕС и соседние с ними государства из Украины. Предстоятель сербской православной церкви патриарх Ириней заявил, что вмешательство константинопольского патриарха в украинские церковные дела привело к кризису в православном мире и может привести к длительному расколу. Как сообщает синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, об этом он рассказал в интервью сербскому изданию новости. Кризис, в котором находится православный мир, очень глубок и, к сожалению, способен обернуться трагедией глубокого и продолжительного раскола. Также патриарх отметил, что сербская церковь воспринимает решение о снятии анафемы с глав двух украинских неканонических церквей как шаг, который ведет к углублению раскола на канонической территории автономной украинской православной церкви. Ирина считает, что это непосредственно открывает возможность появления новых расколов в других поместных церквях. Ранее в сербской церкви заявили, что константинопольский патриарх Варфоломей не имел права признавать раскольническую церковь в Украине. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что цены на газ для населения повысили на значительно меньшую сумму, чем изначально требовал Международный валютный фонд. «Впрочем, это повышение стало значительно меньше первичных требований. У меня было два варианта – договориться о минимальном росте цен на газ и продолжить сотрудничество. Или войти в дефолт – это банкротство страны. Это невозможно было допустить». Он добавил, что правительство считает необходимым предложение сотрудничества с международными финансовыми организациями для обеспечения политики выплаты долгов и снижения нагрузки на бюджет. «Мы работаем с финансовыми рынками мира, чтобы отдать кредиты, которые на нас возложили прошлые правительства в течение 2005-2013 годов. Сейчас мы ежегодно платим 5 миллиардов долларов в качестве обслуживания взятого тогда долга». Напомним, согласно решению украинского Кабмина, с 1 ноября цены на газ для жителей Украины повысятся на 23,5%. Замглавы МИД Сирии Фейсал Мигдад назвал намерение США выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности угрозой всей Европе, так как начнется новая гонка вооружений. «Трамп сегодня начинает новую гонку вооружений, которая угрожает миру и безопасности не только двух держав – США и РФ, но в основном это навредит европейским странам». Он напомнил, что Трамп каждый день говорит, что работает ради безопасности народа и в его интересах, и старается не допустить использования Сирии химического оружия, и назвал решение Трампа настоящим лицемерием. В свою очередь, желание США выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности прокомментировал и глава Международного комитета Совфеда Константин Косачев в эфире телеканала «Россия-24». По его мнению, оно продиктовано стремлением приблизить соответствующий класс американского оружия к границам России и Китая. «Разрушение ДРСМД нацелено на то, чтобы приблизить соответствующий класс американского оружия к территории потенциального, а может быть, реального противника. В первую очередь это Россия, и во вторую очередь это Китай». Косачев отметил, что абсолютно голословное обвинение в Москве в нарушении договора на поверку оказывается чушью. Американцы продолжают эти игрища, потому что на самом деле цель этих игрищ не столько поймать на нарушениях Россию и принудить ее договор соблюдать, сколько под надуманными предлогами этот договор разрушить. В свою очередь глава МИТРФ Сергей Лавров заявил, что Россия определит свою позицию после получения информации из Вашингтона. «Мы дождемся разъяснений официальных со стороны наших американских коллег. Если это будет готов сделать Джон Болтон, разумеется, мы его выслушаем и тогда уже будем оценивать ситуацию. А если они это намерены сделать по иным каналам, тоже будем готовы к этим контактам и будем тогда уже определять свою позицию, исходя не из намерений, а исходя из четко выраженных решений». Глава МИТ Польши Яцек Чапутович обвинил Москву в нарушении акта Россия-НАТО. «Нельзя нарушить нечто, что уже нарушено Россией. Этот договор не функционирует из-за действий России. Эта Россия нарушает положение акта, в частности, проводя несогласованные учения у границ Альянса. Нельзя нарушить что-то, что уже нарушено. Я считаю, что этот аргумент не может использоваться». Ранее глава МИТ РФ Сергей Лавров заявил, что размещение на территории Польши военной дивизии США станет прямым нарушением основополагающего акта России-НАТО, а РФ будет следить за этим процессом. «Москва будет рассматривать любое военное нападение на Беларусь как атаку на Россию», заявил посол в Минске Михаил Бабич в эфире телеканала «Беларусь-1». Таким образом, дипломат прокомментировал планы по размещению американской базы у западной границы союзного государства. «Это очень важный момент. Я думаю, это важно и для наших белорусских партнеров, и, главное, для всех, для тех, кто что-то замышляет. Нападение на Беларусь, любое в военном плане, будет расстояние как нападение на Россию со всеми вытекающими из этого последствия». По словам Бабича, этим тревожным фактором нельзя пренебрегать. Он отметил, что ничего хорошего такое противостояние не принесет. При этом Бабич заверил, что Беларусь полностью защищена и может быть абсолютно спокойна. «У нас с нашими белорусскими партнерами в этой части абсолютное взаимопонимание. У нас действует региональная группировка войск и сил. В ней сегодня сформированы все компоненты, которые необходимы как для обороны, так и для ответного удара». Напомним, Дональд Трамп после переговоров с президентом Польши Анджей М. Дудей заявил, что Соединенные Штаты обдумывают возможность размещения в Польше постоянной американской базы. А Варшава готова платить за неё миллиарды долларов. В МИД Беларуси подчеркнули, что создание военной базы США в Польше не способствует укреплению стабильности в регионе. Ведомстве заверили, что Минск следит за ситуацией. Китай выражает заинтересованность в восстановлении мирной жизни в Сирии. Об этом на расширенном совместном заседании межведомственных координационных штабов по возвращению сирийских беженцев рассказал начальник Национального центра обороны РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Интерес к участию в восстановлении сирийской инфраструктуры и налаживании мирной жизни проявляет Китайская Народная Республика. О поддержке инициативы по возвращению сирийских беженцев и готовности всячески способствовать этому процессу заявил посол Китая в Ливане Ван Кэ Тян. Конкретные шаги в этом направлении мы видим уже сегодня. Из Китайской Народной Республики поступает гуманитарная помощь, необходимая для скорейшего восстановления системы электроснабжения Сирии. Мизинцев сообщил, что примером политизированного подхода в оказании помощи сирийским беженцам является действие руководства Германии, которое, хотя и предусматривает выделение значительных средств на гуманитарные программы, но намерено реализовывать их исключительно на неподконтрольных правительств у Сирии территориях. Эти примеры являются наглядным подтверждением того, что отдельные страны, неправительственные и общественные организации, средства массовой информации ставят своей целью не защиту прав беженцев, а отстаивание собственных интересов, идущих вразрез с идеей налаживания мирной жизни в Сирии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В полице Донецкой Народной Республики на протяжении всего дня ожидается переменная облачность. Синоптики прогнозируют дождь. Днем воздух прогреется до 14 градусов тепла, ночью столбик термометра опустится до плюс 7.